Добрый вечер! Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости в студии Павел Юнгер. Штурм сегодня в эфире. Добрый вечер! Добрый вечер! Представители волонтерского движения «Теплорук», Общероссийского профсоюза образования, студенты колледжа культуры пришли убрать территорию у дома ребенка на Некрасово от сухой листвы и мусора. Чтобы другим было приятно и самому себе было приятно, чтобы я помог людям. Просто нет возможности, чтобы кто-то помог ему убраться. А мы вот взяли и помогли. Клич о том, что нужно помочь убраться у дома ребенка, кидали в социальных сетях. Откликнулись порядка 20 человек. Мы не просили много приходить, потому что в этот раз решили малым числом обойтись. А так обычно очень много собирается людей. Собирается с семьями. В прошлый раз приходили с детками, с мужьями, взрослые волонтеры люди. Волонтеры помогают дому ребенка уже около шести лет. Весной здесь белят деревья и бордюр, с наступлением холодов убирают территорию от опавшей листвы. Так что, как только потеплеет, сюда снова вернутся, чтобы дарить тепло своих рук. С позитивным настроением работаешь. Виктория Калинина, Роман Адонин, Телемикс. Новости продолжит сводка происшествий. На этой неделе 30 зарегистрированных столкновений. Гораздо меньше привычного показателя. Но при этом травмировано 8 человек. Среди пострадавших на дорогах на этой неделе все категории. Водители, пешеходы и дети. Также степень сложности травм разная. Некоторые аварии закончились вызовом скорой помощи. Встреча пешехода и микроавтобуса привели участников в больничную палату. Рано утром мужчина за рулем автомобиля двигался по Блюхера в сторону Садовой. При возникновении опасности не успел среагировать. Избил женщину-пешехода, которая нарушала правила дорожного движения. Перебегала улицу в неположенном месте. Итог. Сотрясение мозга и перелом ребер. Столкновение на перекрестке Пушкина-Дзержинского. Водитель Дайхадсу, вероятно, пытался завершить маневр. Уже на красный сигнал светофора. Дуаль сдвигался на разрешающий зеленый. Кроме двух покорежных автомобилей пострадала пассажирка в машине зачинщика аварии. У женщины ушиб головы. Сильное столкновение на Комсомольской. Мужчина на Лексусе не убедился в безопасности маневра. Выехал на главную с прилегающей территории. В это время по дороге двигался ленд-крузер. Травмированных нет. Но двум авто требуется ремонт. Две Тойоты не поделили улицу Советскую. Водитель Приуса нарушил правила дорожного движения и угодил в Сусит. Который по инерции продолжил движение и остановился только на обочине. При этом снес дорожный знак. Молодой человек за рулем второй машины получил сотрясение мозга и гематому лица. В этот же день еще одно столкновение на Советской, но уже вечером. Парень на спринтере двигался в сторону Непрасова. Не выполнил требования знака уступить дорогу и столкнулся с Чайзером. В первом авто травмирована 17-летняя девушка. У пострадавшей рано тыка и вывих плеча. И вновь в сводке происшествия пешеход. Только в этом случае он правила не нарушал. Водитель Хонда Одиссей на приличной скорости угодил припаркованный Ниссан. После чего машину отбросила на тротуар, где в это время шла женщина. У пострадавшей сотрясение мозга, уши, ядра, руки и грудного отдела позвончика. Также на этой неделе не обошлось без опрокидывания в кювет. Частью случилась это на проселочной дороге. Никто не пострадал. В одном из сел на приличной скорости автомобилист сбил животное. Вот такие непростые итоги. Будьте внимательны за рулем. Завтра несовершеннолетние для всего мира будут отмечать День ребенка. К этому поводу сотрудники госавтоинспекции Уссириска приучили занятия для детей. Изготавливали светоотражатели, проводили беседы, проверяли правила перевозки. А некоторым малышам посчастливилось даже посидеть в патрульной машине. С тройными рядами на экскурсию, а вот и главный экспонат. Патрульная машина, которую можно трогать, нажимать внутри кнопочки и даже попробовать говорить в рацию. Всемирный День ребенка в 106 детском саду проходит именно так. К вам сегодня в гости приехал экипаж дорожно-патрульной службы. ДПС. ДПС, все правильно. Российская федерация. Молодец. И все эти малыши карандаши знают, правила дома и на занятиях изучают, но больше по картинкам. А тут живое общение, настоящее оборудование и сотрудники в форме, которые разрешают все попробовать на себе. В машине патрульной есть рации. Для чего они? Чтобы передавали там, где есть ограбления, там бандиты, вариски. А что передавать нужно? Улицу, где они? Говорят, что едут туда уже. Детскому счастью нет предела. А что еще нужно в День ребенка? Попутно решили и еще одну задачу. Вспомнили о правилах дорожного движения. Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный День ребенка. На территории города Уссуриска мы провели уже ряд мероприятий с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними. С наступлением зимы световой день значительно уменьшается. Поэтому необходимо использовать световозвращающие элементы – фликеры. А изготовлением фликеров увлекли воспитанников детского сада номер 17. Здесь прошло обучающее занятие. Малыши сами делали световозвращающие элементы, которые с недавних пор стали обязательным атрибутом одежды пешехода. Правила дорожного движения мы не только должны знать, но и каждый день эти правила. Что делать? Соблюдать. Водители, родители, пешеходы и пассажиры – правила едины для всех. С начала года из-за невнимательности на дорогах Уссурийского округа травмировано 34 ребёнка. И чаще всего по вине взрослых. И в такой праздник – Всемирный день детей – станет очень актуальным единый призыв. Мы так любимым пассажиром! Ольга Муравьёва, Роман Адонин, Телемикс. Телеконсультант продал отпуск новостей. На этот раз узнаем о сроках реагирования на запросы. Законом определены дни, в течение которых рассматривается жалоба. Сколько это для управляющих компаний – подробности прямо сейчас. Никак не найдём язык с нашей управляющей компанией, которая игнорирует обращения жильцов. Подскажите, пожалуйста, определён ли законом какой-то срок, в течение которого компания обязана ответить на запрос? И как правильно эти запросы оформлять? Жилищный кодекс РФ и правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утверждённый постановлением правительства РФ от 15 мая 2013 года номер 416, предусматривает для собственников жилых помещений возможность направлять в различные обращения и заявления в управляющие компании. В соответствии с указанными правилами, запрос на управляющую компанию может быть направлен посредством почтового отправления, электронного сообщения, посредством государственной системы жилищно-коммунального хозяйства, нарочно, через консьержи, если такая услуга предусмотрена договором управления, также высказан устно, в том числе на приёме. И официальный ответ направляется по тем же каналам связи, по каким получен запрос, если заявителям не указано иное. Срок для ответа на запрос собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме составляет не более 10 рабочих дней со дня получения управляющей компании от соответствующего запроса. Нарушение управляющей организации правил осуществления противополимательской деятельности по управлению многоквартирными домами влечёт административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.23.3 Кодекса административных правонарушений и предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 3 лет, на юридических лиц от 150 до 250 тысяч рублей. Впереди вас ждёт короткая реклама. Не переключайтесь. Далее в эфире. Снег с дождём. Морозные выходные прогнозируют в Уссурийске. В честь и славу. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают ракетчики и артиллеристы. Три с половиной часа. Дальневосточники наблюдают самое длинное лунное затмение за последние 500 лет. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. Зима подбирается к Приморью. Морозные выходные прогнозируют в Уссурийске. Днём в субботу регион окажется под воздействием гребня холодного континентального антициклона. Осадки маловероятны. Днём до плюс 3 градусов. К ночи столбик термометра опустится до минус 6. В воскресенье после обеда ожидается небольшой дождь. Температурный фон останется на уровне субботы. Ветер северный. Резко ухудшится погода в начале следующей недели. Циклон с корейского полуострова переместится на Приморский край и принесет с собой дождь и снег, которые будут сопровождаться сильным ветром до 18 метров в секунду. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают ракетчики и артиллеристы. Военнослужащие 338-й бригады Уссурийска впервые провели торжество в Доме офицеров. На встречи побывала Марина Роман. У трибуны начальник штаба, в зале офицеры. Артиллеристы и ракетчики принимают поздравления. Сегодня их профессиональный праздник. Уссурийская 338-я бригада впервые проводит встречу по случаю даты образования ракетных войск и артиллерии. Во славу соединения читают стихотворение. А танки справа, слева ползут, стреляют на ходу. Земля перемешалась с белым снегом. Комбата ранила в плечо. Первый залп. И танки запылали. Горит огнем хваленая броня. И залп за залпом артиллеристы накрывали ползущую броню на окраину осажденного села. Сержанты, прапорщики, майоры и полковники, ветераны боевых действий все собрались поздравить друг друга, выразить благодарность, а некоторым из военнослужащих в профессиональный праздник повысили звание. Поприветствовать ракетчиков и артиллеристов пришли представители администрации округа. Уважаемые военнослужащие, вы трудитесь над созданием крепкого оборонного щита России. Штите и принадлежайте воинские традиции, повышайте престиж военной службы. Желаю вам высокого мастерства, успехов в службе на благо отчизны. Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия в вашем семье. С праздником вас! 338-я бригада унаследовала исторический формуляр награды боевую славу и гвардейский статус 72-го минометного полка, который был сформирован еще в мае 1942 года. На вооружении ракетных войск и артиллерии стоят эффективные по своей поражающей способности установки, современные реактивные системы и комплексы залпового огня. А многочисленные военные учения позволяют совершенствовать мастерство. В этом году бригада была очень насыщенной мероприятием боевой подготовки. Бригада принимала участие в тактических учениях, в командно-штабных учениях под руководством старшего начальника, где показала довольно-таки неплохие результаты и высокую оценку хорошо. Со всеми задачами личный состав бригады справился. Молодцы! После торжественной части для военнослужащих звучали песни в исполнении творческих коллективов «Уссурийска». Стоит отметить, что тактические ракетные и артиллерийские вооружения на сегодняшний день способны обеспечить российским войскам необходимое преимущество на нужном участке в случае реального боевого столкновения. Марина Роман, Алексей Шаповалов, Телемикс. 1 миллион рублей на стартап. Второй федеральный конкурс спортивных инициатив «Ты в игре» официально открыт. Цель проекта – поиск ярких идей, которые помогают сделать спорт неотъемлемой частью жизни для каждого приморца. Побороться за грант, на реализацию своих начинаний могут активные жители нашего региона. Подать заявку на участие необходимо до 21 января 2022 года. Итоги конкурса проведут до 15 апреля. Авторы 250 лучших инициатив получат доступ к образовательной платформе, что поможет прокачать навыки в спортивном менеджменте и улучшить свои проекты. Финалисты станут обладателями грантов 300 тысяч рублей на развитие, а победителя ждет 1 миллион рублей. Подробную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте «Ты в игре». Сегодня дальневосточники наблюдают самое длинное лунное затмение за последние 500 лет. В день в тень Земли зайдет почти весь спутник, причем большая часть космического тела приобретет красноватый оттенок. Продолжительность затмения 3,5 часа. Максимальную фазу можно будет наблюдать как раз сейчас, в начале 8-го. Естественный спутник Земли расположится в западной части созвездия Тельца неподалеку от звездного скопления Плеяды. Вообще 2021 год оказался богатым на астрономические явления. Приморцы увидели три суперлуния, а в июне наблюдали за кольцевым солнечным затмением, которое случается только 14 раз в столетие. Такой была пятница, 19 ноября. Напоминаю, что все материалы вы также можете найти на сайте телемикс.тв. Не забывайте подписываться на наш инстаграм-аккаунт. В студии работал Павел Юнгерштурм. Приятного вам вечера. А в 21.00 смотрите на нашем канале художественный фильм «Подземелье ведьм». «Подземелье мне нужно видеть нас». Теперь ты мой мужчина. «Моя». Ты будешь наш вождь. Понятно. Придет Октенхаш, и мы все катуражи. Это понятно. Катураж! Ты кто? Ты? Мальчик или девочка? Мальчик.